О прославлении нашего Бога. Друзья, я хочу особенно обратить на первый псалом, где пел наш хор. Говорит о том, что достоин ты славы. 24 старца падают вниз перед Богом. Это происходит день и ночь, это происходит постоянно. Где преклоняйся не пред Богом. И поклоняются и говорят, достоин Господь ты славы. Церковь, мы сегодня здесь на этом месте. Можем ли мы сказать, достоин Господь славы? Скажите слава Господу. Друзья, достоин нас славы Господь. Почему? Нас Он освободил от рабства, от греха. Нас назвал своими детьми. Достоин Бог славы. Достойный Иисус Христос славы. Потому что пришел, сделался таким, как мы. Нас понял, нас избавил и сказал, дитё моё, сегодня я тебе вручаю эту жизнь вечную, жизнь пред сбытком. Только поверуй меня. Достоин Иисус славы. Ещё раз скажем, слава тебе Иисус Христос. Потому что достойен Он её. Друзья мои, моё сердце ликует и радуется особенно тогда, когда наполняется радостью. И не чем-то таким, знаете, вот каким-то притворным. Но действительно, когда Бог Духом Святым наполняет, и сердце оно ликует, оно даже не может передать вот этой всей благодати, которая есть внутри. И я верю то, что оно у вас тоже сегодня есть внутри. Дорогие братья и сёстры, мы не один раз уже слышали о том, что нужно читать Библию, нужно читать Слово Божие. И мы все понимаем то, что нужно её читать. И мы понимаем, что там сокрыта глубина познания Божьего Слова внутри, которое приносит исцеление для души человека. Где не может найти эту именно глубину никакой профессор, никакой человек, подобный нам на этой земле. Это только может сделать Господь через своё Слово Божие. Друзья, и оно дано нам для того, чтобы нам изучать. И потому я сегодня ещё раз хочу подтвердить тому, друзья, то, что Слово Божие, это есть драгоценный подарок от самого Господа для того, чтобы нам изучать. Другими словами, можно сказать, что это есть инструкция для нашего духовного человека, где мы должны пребывать в нём для того, чтобы знать направление. Мы смелые тогда, когда мы что-то понимаем. Когда мы что-то понимаем и в чём-то научены, как это делать. Но когда приходит в жизнь какая-то проблема, или когда в машине где-то мы застряли там, или что-то случилось с машиной, и где наша логика не сознаёт, и мы не знаем, как это делать. Мы ищем инструкцию. Да, возможно, мы умеем ехать. Возможно, мы можем переключать передачи. Это мы научились. Но есть моменты, когда мы не можем ничего сделать без инструкции, друзья. И вот именно что тогда, когда мы понимаем, что мы абсолютно ничего не можем сделать, вот тогда нам нужна инструкция. Инструкция – это Божье Слово. Оно нужно нам на каждый день нашей жизни, друзья. Потому что именно тут даётся нам совет, не который приходит от людей, а это приходит от самого Господа, где написано, что есть оно освящённо от самого Господа. Друзья, это есть великий прорыв в Новом Завете, то, что Бог нам дал Слово, которое сегодня даёт нам конкретно ведение, куда нам идти. И я сегодня именно хотел бы поговорить, и тема моей проповеди – это о послушании Слову Божьему или послушании же самому Господу. Друзья, мы понимаем то, что послушание – это хороший признак, когда человек послушный. Мы ищем все сегодня послушание. Мы знаем то, что когда на работе, если ты начальник, и у тебя люди слушаются тебя, твоей команды – это хорошо. Мы знаем то, что когда в церкви есть служителя, есть всё поставлено так, как оно должно, и люди слушаются один другого – это есть хорошо. Мы знаем то, что когда в доме, когда родители на своём месте, и когда дети, которые ходят и воспитывают их родители, и когда дети послушны своим родителям – это есть хорошо. Друзья мои, но всё же, какой здесь баланс есть, когда нам есть противоречия иногда. Есть одно, когда говорит нам мир, и чтобы его слушаться. И есть то, что нам говорит Писание, или есть то, что мы изучаем в церкви и слушаться. И вы знаете, есть моменты, когда логика нам подсказывает, что якобы и то, и другое вроде бы хорошо, но в нём всё равно есть какие-то соприкосновения в том, что нету вот этого контакта. Почему именно расхождение? И как же нам научиться распознавать Слово Божье или Слово от Господа, как нам выбрать этот путь? Друзья мои, это, наверное, каждого человека свой подход имеет к этому. Одни люди приходят к молитве перед Богом и говорят, «Господи, помоги мне изучить Слово Твоё. Помоги мне сегодня направить свой путь, чтобы я правильно выбрал свой путь, по какому мне нужно идти». Другие люди проходят и просто советуются это, возможно, с пастырем. А третьи приходят и вообще идут в мирские сегодня всякие заведения, всякие метеи, которые исследуют жизнь, или психологи, вот которые исследуют человека, и они обращаются к нему, и у них спрашивают, как это сделать. И, друзья мои, особенно в этом, я вам скажу, что очень много есть разных ответов. И на эти ответы нам нужно получить правильный ответ и принять правильное решение, и как оно правильно это сделать. Друзья мои, сегодня именно об этом я хочу поговорить. Потом, как нам нужно выбирать и какого совета нам нужно слушаться. Итак, как первое я сказал, что Слово Божье, это есть инструкция, которая не должна быть насупровождаться тем, что это есть, как будто бы мы, вот знаете, по привычке должны это делать. Написано в Слове, что мы должны туда вникать день и ночь, изучая Писание, о чем оно нам говорит. Друзья, это есть очень правильно, когда мы вникаем в Писание, и мы понимаем, что там говорит. Когда Господь обращался Словом Своим через Слово наше, Он все, насколько это создал, насколько Он здесь написал, чтобы было доступно человека, и чтобы самые главные моменты, которые мы проходим сегодня в жизни, ты получил ответ именно отсюда. Если мы не будем пребывать тут, у нас очень много будет разных вопросов, и мы будем, возможно, их искать, и мы не всегда их найдем, их от людей. Мы, возможно, будем искать и кричать к другим людям. Мы будем прибегать к тому и говорить, что нас люди не понимают. Я пришел к одному и другие, и пастыря, и служителя, они не совсем на своем месте. Почему? Потому что я не могу получить ответ на свой вопрос. Друзья, если мы будем пребывать в Слово Божье, оно обязательно даст нам ответ. Есть иногда корректирующие моменты, когда мы приходим, и мы не совсем понимаем, Бог нам открыл что-то, и мы, может быть, хотим просто как бы проверить. Приходим к служителю, говорим, брат мой, или приходим к своему брату, и говорим, брат мой, как ты думаешь это? Потому что Бог мне открывает. И если есть подтверждение, служитель сегодня должен на таком месте быть, что он должен быть подтверждающим Словом. Он ничего не должен говорить, что-то свое, которое вот для вас, оно будет каким-то вот расхождением, но оно должно быть четко, четко поставлено в том, что это есть подтверждение к Слову Божьему, друзья мои. И потому, когда мы приходим и ищем сегодня ответа у Бога, помните одно, друзья, это есть секрет, который постоянно Библия говорит, что если вы пребудете в Слове Моем, тогда и вас Бог, тогда и Бог, Он, Который хочет изъявить свою волю, Он вам откроет ее впоследствии через свое Слово. И потому, это самый первый признак, где мы должны искать вот это послушание от Слова Божьего. Друзья, я хотел бы прочитать 1 Царств 15 глава 22, 22-23 стих, это будет идти уже о послушании, где мы должны как слушаться Слово о том, что как нам говорит Библия. Это будет 15 глава, 22-23 стих, 1 Царств. И отвечал Самуил, неужели всесужение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы, и повиновение лучше туковнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и до поклонства за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Но это было, конечно, слово обращения к Саулу. Но мы видим, насколько Бог, Он хочет сегодня послушание твоего к тому, чтобы ты слушал Его Слово. Для того, чтобы ты сегодня искал Его повеление, для того, чтобы ты искал Его сегодня воли. Дорогие друзья, нам предлагается сегодня много чего, много информации обладать в этом мире. И мы можем много чего принимать, и можем много чего отвергать. Но Божье Слово, то, которое к нам сегодня гласит, мы Его не имеем права отвергнуть. Почему? Потому что это есть жизнь, которая дает для нашего духовного мира. И вообще, если так разобраться, друзья, если нам сегодня проповедовалось вначале, то, что мы пообещали Ему служить чистой и доброй совестью, то, насколько мы должны быть Ему послушны. Его исполнение, Его воли. Для чего нам же это тогда обещать, если мы не можем исполнять, если мы не можем слушаться? Для чего нам эти всякие спорные вопросы ставить, если мы не можем послушаться? И потому, друзья, Бог говорит сегодня к нам в том, что послушание, оно даже лучше, чем ты жертву приносишь для того, чтобы принести ее перед Богом. Смотрите, друзья, можно сегодня делать много чего перед Богом. Можно сказать, я много чего делаю, и, Господи, я Тебе служу, и десятину, возможно, даю, может быть, езжу на миссию, я проповедую многим людям, но если нету послушания у тебя, возможно, в церкви, или к Богу, то, что Бог тебя повелел, к чему пойти, вот припусть Меона, ему Господь говорит, ты должен идти в Неневию, чтобы там проповедовать, а он едет вообще в другую сторону. И вы смотрите, и вроде бы можно было подстроиться и сказать, что я человек Божий, и вот я могу что-то вот послушаться или по-своему идти. Друзья мои, если он не послушался, он автоматически идет против повеления Божьего. Из-за того нам нужно держать вот это послушание. Послушание, как в церкви, послушание вот в себя в доме, послушание, возможно, это будет в нашей на работе, друзья. Но есть, конечно, мерки. И как эти мерки понять? Друзья, конечно, когда что-то проповедуется или когда в церкви идет правильное учение, когда здесь проповедуется Евангелие, то скажите, почему так сложно послушаться о том, что здесь проповедуется? Почему так сложно принять о том, что проповедуется здесь за кафедрой? Понятно, когда тут проповедуется что-то человеческое. Если что-то идет плотское, я понимаю это, потому что и сами мы так хотим, чтобы у нас не было вот этого плотского. Но, друзья, когда здесь проповедуется слово, Почему нам так много раз тяжело послушаться то, что говорит? Ведь так много раз бывают вот эти моменты, что мы приходим, мы слушаем, но проблема вся, что мы послушаться не можем. Проблема вся в том, что мы слушать, мы понимаем, мы закон знаем, мы законы, мы правила все знаем церковные, но вся проблема в том, что нам трудно это послушать и исполнить это. И вот почему проблемы начинаются в церкви, почему проблемы начинаются везде вокруг нас. Почему? Потому что мы не способны послушаться вот эта вся проблема. А вы знаете, кто первый, самый первый не послушался вообще в человечестве? Да, это была Ева, которая пришла, где Бог запретил, сказал, туда вы не должны заходить, с этого дерева вы не должны вкушать этот плод. Но она ослушалась, она пришла, и она вот этот выбор сделала, чтобы послушаться нечестивого, а не послушалась Господа, и мы видим в том, что произошло. Вы знаете, вот это есть наша проблема иногда, что мы, друзья, непослушны к Слову Божьему. Мы его читаем, возможно, мы его и много в чем понимаем, но мы не хотим иногда слушаться то, что Господь говорит. Итак, смотрите, есть, конечно, послушание людям. Вот на этой земле мы так рождены, и нам Бог, Библия говорит в том, что всякая власть есть от Бога. Да, мы должны повиноваться власти. Мы живем в этой даже стране. И мы понимаем то, что здесь починаться закону этой страны, это совершенно правильно. И я думаю, что каждый из вас, кто нарушая закон или непослушный закон, вы знаете, чем это оканчивается, вы знаете абсолютно, чем это заканчивается. Если непослушен закону, заканчивается то ли ты попадаешь в тюрьму, то ли ты вообще уходишь с этой жизни, потому что где-то перешел дорогу плохим ребятам, или совершенно что-то может другое плохое произойти. Но когда мы послушны закону, когда мы молимся за властей этого мира, это то, что нам Библия говорит, это есть угодно Богу, чтобы мы молились за Него. Я сегодня еду на служение, проезжая мост, и смотрю, синие полностью везде, вот эти такие шарфики замотали на каждый столбчик, на каждое дерево полностью по этой улице. И вдруг у меня мысль такая приходит, думаю, а чего это все происходит? И смотрю, дальше на сетке написано там, что мы вспоминаем тебя, Марк. Я думаю, вчера были похороны. Если кто знает, молодой человек ушел из жизни, он был полицаем, вот, он служил этой стране, он повиновался этому закону, но произошел такой момент, что его убили прямо вот, когда он заступался там за некоторых жителей. И когда его убили, люди посчитали с ним, потому что он был за закон, он стоял за закон. И мы смотрим то, что насколько вот сегодня американское правительство, оно почтило этого человека. Почему? Потому что он чтил закон, и он стоял за этот закон. Конечно, я сегодня не говорю, чтобы нам идти в полицаи работать, я не говорю, чтобы нам идти в какие-то высшие власти, где, может быть, даже вот твоей жизни будет, ну, как бы даже опасно. Но, друзья мои, когда ты сегодня послушен закону, закон сегодня тебя сделает в том, что ты свободный, что ты можешь свободно жить, ты можешь свободно ходить по этой земле. Так же самое говорит нам Писание о том, что, когда дети послушны своим родителям, там дальше есть даже обещание, что когда вы будете, дети, послушны своим родителям, вы будете иметь благословение. То есть Бог даже сказал, что когда вы, дети, будете послушны своим родителям, вы будете иметь благословение на этой жизни. Мы видим опять очередное благословение от того, что будут дети послушны. Друзья мои, и послушным быть людям сегодня, или послушным правительством, это и есть нормально, когда мы послушны. Ну, конечно, есть такие моменты, что когда уже начинаются вот эти крайности, как мы говорим, когда человек отходит от Бога и вот приносит свое какое-то убеждение, и оно есть неправильно, вот тогда у нас должно на разуме быть именно Слово, которым мы корректируемся. Мы не должны сегодня ставить какого-то человека, на которого должно быть наше направление, но именно Слово Божие, чтобы мы видели, если оно неправильно, если вот это движение, или если вот в стране происходит нечто подобное, то, что сегодня в нас даже происходит, и мы смотрим через призму Слова Божия, вот тогда, конечно, мы не можем с этим согласиться, друзья. Вот тогда это единственное, когда мы можем просто сказать, или сказать, что так написано, и мы будем следовать дальше по Писанию. Но в основном всегда, когда люди живут и правильно поступают, когда закон гласит вот так, мы должны быть повиновением, и когда мы повинуемся, и когда мы повинуемся закону, мы будем свободны. Смотрите дальше. Жена говорит, жена, она должна быть послушна мужу своему. Друзья, это тоже есть правильно. Когда есть жена послушна в доме своем, когда жена послушна своему мужу, благословение есть в семьях. Почему? Потому что муж, как глава семьи, который имеет и который должен получать сегодня Слово от Бога, который должен направить свой именно дом на правильное русло. И когда жена есть послушание своего мужа, это есть такое, знаете, обильное благословение, потому что обоюдное благословение приходит. И в том, что Божье благословение происходит, и в семье есть благословение, друзья, когда есть жена послушна мужу своему. Но мы видим большое дело то, что и говорит в Писании, что как муж должен повиноваться и Христу. То есть глава, глава семьи, глава вот наших семей, муж, он должен повиноваться Христу. И, друзья мои, это есть послушание. И когда мы дойдем до того уровня, что мы будем слушаться или научимся слушать друг друга, в этом мы будем иметь большое благословение. Друзья, но есть это такие более, я бы сказал бы, Божьи послушания, это людские, когда мы людей вот и слушаемся. Но так же самое есть Божье послушание, когда мы входим в Его истине, и мы ищем Его воли и послушны Ему. Друзья мои, первое, конечно, это Слово Божье, где я вот сегодня уже подмечал. Слово Божье, которое мы читаем и исполняем Его, это тем, тем мы показываем то, что мы есть послушны самому Господу. Почему? Потому что Божье Слово, оно так гласит. И это инструкция, которая нам показывает, как жить, и если ты будешь выполнять, ты исполнишь Его волю. Сегодня можно много встретить то, что мне Бог открыл, мне Бог сказал, мне Бог там то и другое говорил, и я вот это хочу делать. Или много даже пророков есть. Я не говорю, что есть пророки плохие, друзья. Есть, конечно, пророки, которые от себя пророчествуют, есть, которые по ревности пророчествуют, а есть те, которые и от Бога пророчествуют. Но все же мы должны смотреть на Слово Божье. У меня был случай, мы только приехали из Австралии, и там была церковь, большая церковь, 300 человек. И вот пришел этот момент, когда они начали все слышать Слово, все начали слышать Дух от Бога. Говорит, что вы должны уезжать отсюда. И по одной семье начали уезжать из страны в другую страну. Я вот задаюсь вопросом, правильно ли это, что они слышат, я не знаю, кого они это слышат. Друзья, почему? Потому что когда Бог говорит, или когда Он хочет вывести народ, Он не будет кому-то одному говорить. Он не будет кому-то, знаете, особым кому-то людям говорить. Но Бог будет это провозглашать так, что каждый праведник или каждый спасенный, Он об этом услышит. А так часть церкви осталась, а часть уехала. Вы знаете, я это вообще противник этого. Почему? Потому что если ты хочешь переехать куда-то жить, и если у тебя туда в лечении есть плотское, то, друзья, не путайте это со Словом Божьим. Не путайте это с тем, что вам Господь открывает в ваших каких-то вот надменных ваших сердцах, и то, что вы это услышали, и вот вы поехали туда. Друзья мои, да не будет этого такого у вас. Почему? Потому что вот за церковь сегодня Господь. Он хочет, чтобы церковь сегодня созидалась на месте там, где вы живете. Если Бог тебя откроет и захочет, чтобы ты куда-то уехал, поверьте, ты как тот Иона, ты даже не будешь хотеть, ты все равно туда уедешь. Потому что так сделает Господь. Но если будет каждый человек иметь какое-то представление, каждый будет приходить, и я получаю откровение уезжать. Друзья мои, оно, оно, мы смотрим на то, что это развал в церкви идет. Мы видим то, что это есть проблема в церкви, когда каждый человек откуда получает, непонятно откуда, и этим же они, ну, как бы говорят даже в церкви, подширяя других. И, друзья мои, потому, когда мы подширяем сегодня Господу, когда мы слушаем Слово Божие, оно должно нас корректировать, оно должно нам показывать этот путь. И когда есть вот это, знаете, даже что-то от Господа, оно не будет противоречить Слову Божьему. Это раз. Во-вторых, когда Бог открывает тебе какое-то Слово, оно всегда есть выход с положения. Это не может быть, чтобы Бог тебе открыл, а для других это будет какое-то последствие, и очень неправильное последствие, или даже какой-то провал, или, возможно, это в церкви, или в каком-то доме. Господь сегодня за истину, и Он открывает сегодня именно вот тот путь, чтобы, дорогой мой друг, сегодня создалась из тебя, из меня, создалась церковь. И она, эта церковь, должна быть здоровая церковь. В этой церкви должны быть, как служителя, должны быть пророки, должны быть сосуды в чести, и другие, может, не в такой чести, но они должны быть, потому что так говорит Писание. И когда мы будем это послушны, слово, друзья, это будет благословенная, здоровая церковь, во что я верю, что у нас она такая есть, и мы дальше будем молиться, чтобы Господь еще больше благословил. И, друзья, есть, конечно, то, что мы принимаем как совет, а есть то, что есть повеление. Совет, это можно принять, и можно его послушать, и можно не послушать. Какой дом купить, какую машину, где жить, то, другое, третье. Это можно как совет принять от человека. Если он что-то гарантирует, или что-то говорит тебе, или что-то советует тебе, это есть как совет. Принимайте его как совет. И это есть нормально, когда мы советуемся с друг другом. Когда мы говорим, что не открывай эту карточку, потому что там такой процент, что потом тебя зажмет, и ты в кредиты такие залезешь. Но человек имеет право на выбор. Он что хочет, то и делает. И когда он откроет, и впоследствии поймет, что говорил мне, или правильный совет говорил, тогда он уразумеет, но может быть поздно, но если он уразумеет, и это будет хорошо. Но есть повеление. Есть повеление, то, что Господь оставил. Есть повеление, то, что мы должны слушать. То, что как нам Бог повелел, и так мы должны слушать. К примеру, когда Бог сотворил человека, Адама и Еву, им говорит, плодитесь и размножайтесь. И так оно должно быть. Это есть повеление от Господа. Другое, что нам, помните, я только некоторые примеры приведу. Другое, что нам Бог говорит. Помните, в Новом Мужезавете, что говорит. И так, чтобы в вас была любовь, друг между другом. Вот это есть тоже повеление от Господа. Чтобы вас узнавали другие, что между вами есть любовь. А когда будут видеть, что между вами есть любовь, тогда могут они определиться, что вы есть дети Божьи. Друзья, это есть правильно, когда у нас есть любовь, между друг другом. Когда мы не смотрим с каким-то завистью, когда мы не смотрим с каким-то надмением или с каким-то унижением на человека, когда мы приходим, возможно, то ли в церковь или в какие-то общения, или мы думаем, что кто-то ниже меня, и я пытаюсь его посадить на какое-то место, чтобы возвысить себя и показать, что я кто-то есть. Друзья, это не есть любовь. Когда мы сегодня одни на работе или, возможно, на дороге одни, а в церкви другие, это не есть любовь. Когда, возможно, мы сегодня проповедуем одно, но выходим и делаем совершенно другое и с людьми. Друзья мои, это не есть любовь. Совершенная любовь, она должна платиться большой ценой. Это, возможно, потерять даже свое «я». Это, возможно, даже отставить свои приоритеты, к чему ты стремишься, но чтобы друг твой или твой брат уступить ему место, чтобы он увидел, что ты его любишь. И когда другие будут видеть вот эту любовь между вами, тогда они скажут, что воистину это есть христиане, за которых отдал Иисус Христос свою жизнь. А ведь сегодня, друг мой, совершенно, посмотри, посмотри на наш мир, что не так все, как мы видим по Писанию. Почему? Потому что нету послушания. Нету этого послушания к Слову Божьему. Каждый сегодня ищет своего пути. Каждый хочет достичь. И чтобы достичь чего-то, нужно на кого-то стать, чтобы высшим стать. И почему это все происходит? Ведь, друзья, не должно это быть в церкви. Ладно, в мире. Мы мир оставляем, потому что в мире постоянно это было. Но когда церковь берет от мира именно вот эти поводы, друзья, вот это есть проблема. Вот это есть проблема. И потом еще самое обидное, то, что происходит. От мира берут, в церкви пользуются, и потом еще к этому примыкают, что так говорит Господь, или еще что-то в этом похоже. И много людей сегодня соблазняются на этих словах. Друзья, не должно быть такого в церкви. Сегодня Господь говорит, что мы должны быть послушны, послушны Слово Божьему. Мы, наверное, скорее всего, отходим от Слова. И наша логика нам подсказывает, как жить. Наше ведение подсказывает, как нам жить. Люди окружающие, много видео сегодня показывают, все такие умные стали. Но вся проблема, что людство, человечество, оно деградирует. И вот это вся проблема. Но Божье Слово говорит, чтобы мы повиновались, были послушны Ему. И если мы вернемся на этот путь, если мы вернемся на этот начальный путь, друзья, у нас будет благословение. Скажите Аминь. Друзья мои, потому что так говорит Слово Божье. Однажды я приведу еще один пример. Я уже не буду читать, там много, чуть записано. Это был один человек, который назывался пророком Божьим. И его даже Библия не говорит, как его было звать. И вот ему говорит Господь, что ты должен пойти в одно, вот к царю, и ты должен сказать ему, что этот жертвенник, на котором ты сейчас приносишь это идольство, что он будет разрушен. И когда он приходит туда, этот человек Божий, и он, знаете, он пришел с этой ревностью, потому что его туда прислал Господь. И вот он стоит перед царем и говорит, что этот жертвенник будет разрушен. Почему? Потому что ты отклонился от Бога, и ему там начинает объяснять. И этот царь, который вот имел власть, а почему это он хотел, чтобы жертвенник был в израильском народе? Потому что боялся, чтобы люди не пошли в другие места, и его не оставили, и не начали служить где-то там. То я думаю, принесу сюда, поставлю этот жертвенник, и пускай он здесь будет, пускай люди сюда приходят и служат этому иному Богу здесь. И вы знаете, когда пришел, обличил этот пророк, этот царь поднимает свою руку и говорит, чтобы его связали, и чтобы его убрали, этого пророка. И как он только руку пронес, или свою руку протянул, написано, что одеревенела его рука, и он не мог ее вернуть назад. Почему? Потому что воспротивиться захотел Слово Божьему. И вот тут человек Божий, который стоял, и он спрашивает его, этот царь, уже смиряется, когда приходит какая-то немощь в теле, когда приходит какое-то, знаете, поражение в теле, вот тогда человек встает, как будто бы открывается ему разум и говорит, о, человек Божий, помолись теперь, чтобы моя рука вернулась назад. И он это сделал, помолился, вернулась его рука назад. Но мой поинт, в чем я хочу сказать? Друзья, обратите дальше, что там написано. И этот человек Божий, который вот это сделал, он был руководимым Духом, он был руководимым Духом Святым. И в тот момент, когда царь ему предлагает, говорит, войди, зайди до меня и покушай со мною, подкрепи свою плоть и будешь идти домой до себя. И он говорит, нет, потому что мне Господь сказал, ничего не есть, никому не заходить, а вообще вернуться другой дорогой назад. И когда это он сказал царю, он сделал, развернулся, сделал свое дело и ушел другой дорогой назад обратно. И когда там были между этими царями или когда вот это все происходило, был один человек, который приносит своему отцу, и этот отец, он тоже являлся пророком. И он приносит и говорит, к дому приходит, отец, сегодня был человек Божий, и он это и это сделал там. И он говорит, как, а какой он дорогой пошел? Он узнал, догоняет этого пророка и говорит ему, вернись ко мне домой, покушай у меня, попей воды, и потом пойдешь назад обратно. Смотрите, его позиция, он смотрит, что это есть человек Божий, и он думает, и знаете, вот какое сражение идет, а как же правильно сказать, ведь это же тоже человек Божий. И вы знаете, когда этот человек начинает, пророк отвечать, и говорит, что вернись, и вот так говорит Господь, и знаете, этот человек возворачивается и приходит к нему в дом и начинает с ним кушать. И как только он завершил кушать, и тот же самый, который его пригласил, говорит, что так говорит Господь, за то, что ты не послушал, ты не войдешь в гробницу отцов своих. Друзья мои, потому что в начале, когда там за этого пророка было написано в том, что он обманул его, обманул этими речами. И вот в этом и есть смысл в том, что, друзья мои, когда мы послушны Слово Божьему, часто дьявол пытается нам подковать каких-то коварных людей. Возможно, даже это будет среди даже самых близких людей. И возможно, это может быть даже очень близких твоих людей. И он может это так подойти, сказать, да нет, мы же так все тоже делаем. Да мы же так и тоже вот эти игры играем, или то, другое, третье. Ну, понимаешь, вот так это все правильно. И когда человек начинает ослушиваться, мы видим то, что начаток был очень хорош, начаток был исполнением Слова Божьего, но дошло до того, что он полностью вот в конце проиграл, он не выполнил Слова, он не послушался, он ослушался Бога. потому, друзья, нам сегодня нужно конкретно иметь наставление от Господа, потому что много людей будет в этом мире, многие будут привлекать, многие будут говорить за кафедрой даже льстивые слова, только чтобы кого-то прилечь, хотя бы одного, хотя бы двух, ну, хоть кого-то. Почему? Потому что дьявол, он не спит, он хочет сегодня твою душу и мою душу, и ему дана какая-то часть, и ему дана какое-то право вот это все делать. И если ты сегодня не станешь в этом бодрствующем моменте, чтобы бодрствовать за свою душу, друзья мои, проиграете, потому что мы не такие сильные, чтобы сражаться с этим дьяволом. Он имеет сегодня уже авторитет тысячу лет. И если мы без Бога пытаемся еще рассуждать, кто здесь прав, кто нет, друзья мои, мы будем обмануты, так как он обманул когда-то Еву, когда он обманул и других, вот и Давида, и Соломона, так же само может обмануть нас. Но когда в Слове Божьем мы будем пребывать, и Слово Божие, оно в нас, рассуждая, все будем ставить через призму этого слова, друзья, я верю, то, что никакие оковы не смогут сегодня противостать нас, потому что Бог написано, что кто за меня, кто, как там написано, в том, что кто за Бога, если ты за нас, то кто против нас, вот так, да, кто может против нас противостать, друзья, кто может, потому что у Бога есть сила. И, друзья мои, еще хотел бы последнее, что подметить, это кому мы можем сегодня направлять это Слово Божие. И Слово Божие нас конкретно учит о том примере, который оставлено здесь именно в Библии. Это, конечно же, Иисус Христос. Эта личность вам всем известна. О Нем везде сегодня говорят. О Нем сегодня проповедуют почти во всем мире. И, может быть, там еще, где не проповедовалось, будет проповедано. Потому что имя Иисус Христос, оно выше всякого имени здесь под небом и на небе. Слава Иисусу Христу! Потому что Он превознес Бог Его превознес Его имя над всяким именем. И написано за Него. Давайте откроем это к евреям. 5 глава, 8-9 стих. «Хотя Он и Сын, это за Иисуса говорится, однако страданием навык послушанию и совершивший сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Аллилуйя! Слава Господу! Друзья, вы обратите внимание за то, что Бог, Иисус Христос, Который пришел сюда, Он был послушным полностью во всем Богу Своему, Богу Своему Отцу. Написано в том, что когда мы поверили, мы через Него стали послушны в Его. И мы таким образом получаем это спасение. В чем? В послушании. Когда мы верим в Его, когда мы пришли к Господу, мы послушны Ему, друзья. И таким образом мы приобретаем вот это спасение, которое для нас подарил Сам Иисус Христос. Смотрите дальше, что еще здесь написано. Второе Коринфянам, 10 глава, 3 стих и ниже. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, уружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И мы не спровергаем замыслы и всякое превознушение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Братья и сестры, смотрите, как здесь написано о том, что Павел объясняет, Павел говорит, что я, когда к вам приду, я не хочу применить свою силу, ту, которую я знаю. Написано о том, что он не хочет применить вот эту силу, которую вот, он 100% уверен, что вы не правы, как церковь, как коринфянская церковь. И он говорит, что я не хочу этим применять, потому что я в дерзновении, я знаю, что вы не правы. Но тут сейчас не в том дело. Вы говорите, что я поступаю по плоти. Вы говорите то, что я проповедую тут плоть. Чтобы вы знали, что я не проповедую плоть, но я не даже не с плотскими тут своими силами каким-то сражаюсь. Оказывается, мы своими плотскими силами, руками, ногами, мы не сильно сможем сражаться против этого духовного мира. Но мы смотрим на то, что он говорит, что мы воинствуем, мы воинствуем, но сильный Богом на разрушение твердынь ими, не испровергаем замыслы и всякое превознушение, восстающее против познания Божьего и пленяемое всяким помышлением в послушании Христу. Друзья, смотрите, в послушании Христу, когда мы слушаемся Господа, когда мы веруем в том, что Он наш и есть Искупитель, когда мы смотрим на это все, на Слово Божие, то, что Он есть наш авторитет, и мы слушаемся Его, тогда нам дается вот эта сила, которую мы можем испровергать или можем конкретно, ну, как сказать, полностью побеждать вот эти все замыслы дьявола, которые Он строит против нас. И смотрите, как здесь написано, что на разрушение твердынь, твердыни. Сегодня много дьявол ставит твердыни. Оказывается, есть твердыня. Вот мы пели в начале Псалом, «Люблю Тебя, Господи, крепость моя, мое прибежище мое». Твердыня нашей, Господь, твердыня – это есть крепость. Но так же самое есть и у дьявола свои крепости, где он что-то ставит перед собой, но у него есть конкретный замысел для того, чтобы этой твердыню или вот этим конкретным вот сопротивлением, что он поставил на тебя, но у него есть конкретный замысел, чтобы ты повелся на то и чтобы ты мог бы уцепиться в его волю. И когда ты только тогда попадаешь туда, он проникает в твое сознание и начинает работать полностью своим вот эту волю, то, что он хочет сделать через себя. Дорогие друзья, сегодня Бог говорит, что если мы послушны Христу, Бог нам дает вот эту силу, чтобы нам проникать в замыслы его и могли бы разрушать эти твердыни и помыслы, то, что сегодня враг хочет сделать. Друзья мои, это есть сверхъестественно. Это то, что не может сегодня человек получить. Это то, что мы сегодня не можем узнать, потому что то, что духовное, оно закрыто. И то, что если оно закрыто, то нам мы только можем увидеть, это когда Господь откроет. Потому, друзья, каждый, кто сегодня в послушании Божьем ходит, исполняя Слово Его, Бог будет открывать сегодня вот эти замыслы, которые дьявол делает против тебя. Что он хочет поставить? Какие он твердыни хочет поставить? Какое он хочет навести вот это полчасье для того, чтобы разрушить твою семью, для того, чтобы разрушить, возможно, твое служение, для того, чтобы разрушить твою веру. Но помни то, что если ты будешь послушный Христу, Бог тебе откроет, и Бог обязательно тебе поможет, чтобы пройти и остаться верным. Аллилуйя! Слава Господу! Потому, друзья, мы сейчас будем приходить к Богу. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы дал нам вот эту силу превозмочь свои плотские похоти, чтобы у нас было вот это, знаете, рвение, чтобы узнавать Господа Иисуса Христа. Возможно, может быть, у нас некоторые проявления, как такие лицемерные, может быть, двумышленные или двуличные, когда мы ведем по одному, а делаем совершенно другое. Сегодня Библия нам говорит, чтобы мы должны в этом покаяться, потому что вот эти люди, они не смогут войти в царство, они не смогут быть сегодня воинами Бога. Потому Библия сегодня говорит, что мы должны на какую-то одну сторону стать. Мы не должны служить тому и другому. Сегодня Господь говорит, служите, послушайте меня, и я вам открывать буду. Я вам буду давать провещевание. Я вам буду давать эту дорогу, ведение, по какой идти, и вы будете благоуспешны в своей жизни. Друзья, давайте мы встанем на наши колени, мы будем молиться. А возможно, сегодня кто-то потерял. А возможно, кто-то сегодня, может быть, затуманились эти глаза и не видит, может, вот этой цели уже в жизни. Потому что дьявол настолько запутал, что мы не видим этого. Сегодня говорит Господь, придите ко мне, вы можете выйти сюда. Мы будем молиться, чтобы Господь укрепил наши поздравления.